Поробка соционного Кемеровского суда родители пострадавших обивают уже не первый раз. Для многих это единственная надежда на независимый приговор обидчикам их детей. Напомним, с момента разоблачения воспитателей детского сада Happy Baby прошло уже почти 6 лет. Все эти годы родителям приходится доказывать, что на этих кадрах их детей бьют и истязают. Камеры зафиксировали более 300 эпизодов издевательств. В декабре 2021 года Центральный районный суд Барнаула огласил приговор воспитателям. Но вместо реального срока подсудимые получили условные. Удивленные родители обратились в апелляцию. Но и эта инстанция оставила приговор практически без изменений. Они осуждены по статье истязания. Санкция этой статьи от 3 до 7 лишения свободы. Там невозможно назначение условного наказания. Тем не менее, суд, несмотря на то, что 4-5 лет назначил им. Назначил условно. Такого не может быть в законе, что если статья не предусматривает условного наказания, суд его назначил. Кассационный суд усмотрел, что в Центральном суде не в полной мере учли характер, эпизодичность и длительность преступлений. А также отменили пункт «Преступление, совершенное группой лиц». А суд апелляционной инстанции, в свою очередь, эти пробелы проигнорировал, считают родители детей. Сложилась вопиющая ситуация, потому что между судами возник спор, что с законом недопустимо. И в данном случае мы, конечно, надеемся, что Алтайский краевой суд внимательно изучит материалы уголовного дела, даст им правовую оценку всем доводам кассационных жалоб и кассационного представления прокуратуры. На сегодняшнем заседании по решению кассационного суда приговор воспитательницам удалось отклонить. Но предстоит еще долгий пересмотр дела. Родители надеются на независимость правовой оценки. Напомним, в истории с элитным детским садом пострадали 15 малышей. Многие из них уже пошли в школу, но у некоторых остались психологические нарушения. А воспитатели спустя несколько лет свою вину так и не признали. Родители продолжают добиваться реальных сроков для сотрудников детского сада. Мария Мацева, День с толком.